Доброе утро! Проблема допинга по-прежнему очень остро стоит в современном спорте. Естественно, актуально. Ну вот, согласно поправкам к закону о спорте, наказуемым у нас вскоре будет в числе прочего производство и изготовление допинговых препаратов. До сих пор у нас была такая проблема или нет? Насколько мне известно, нет. На территории Эстонии я бы не слышал, что подпольное производство допинговых препаратов за пределами это есть. Но там используется не полный цикл тех, которые я знаю, а используется сырье, поставляемое из Китая. Давайте вспомним самую громкую допинговую историю начала этого года. 11-кратная чемпионка мира по гребле, канадка Лоренц Венсан Лапойнт, была резонансно оправдана в допинговом деле. В ее организме нашли легандрол. Это селективный модулятор рецепторов андрогена, если так по-умному выразиться. То есть его можно использовать для наращивания мышечной массы. Когда у ее адвоката и у самой Лоренц не осталось больше никаких аргументов, они послали на анализ прядь волос ее бывшего парня-футболиста. Выяснилось, что тот употреблял легандрол как минимум однажды в период с апреля по октябрь. От нее это скрывал. И вот пришли медики к выводу, что допинг попал к ней после, я процитирую, обильного обмена жидкостями с парнем. Ну, некоторые специалисты просто высмеяли такие заключения экспертов. Как вы считаете, есть разумное зерно в подобных выводах? Гипотетически, да. Но здесь сказали, что медики пришли к выводу. Скорее всего, пришли к выводу юристы. Вот, потому что была подана апелляция в спортивный арбитражный суд, а там в качестве арбитра выступают юристы. Они использовали, наверное, гипотетическую возможность, которая есть при бурном, как было там сказано, занятии эксцесса, когда возможно повреждение слизистой оболочки. Вот. И контакт жидкостей, содержащих этот препарат, теоретически это возможно. Допустим, в единоборствах всегда, особенно в профессиональных версиях бокса, кикбоксинга, у спортсменов обязательно должны быть свежие анализы на спид и гепатит. Потому что при прямых столкновениях возможны сечки, повреждения кожного покрова и контакт с кровью оппонентов. И если кто-то болен спидом или гепатитом, то, возможно, передача инфекции. Но здесь инфекция, а не какой-то химический препарат. Потому что легандрол, попав даже гипотетически минимальное количество, он же не может размножаться как возбудитель. И поэтому здесь у специалистов, физиологов, врачей это вызывает улыбку. А для юристов это зацепка для того, чтобы избежать наказания. Ну, на самом деле была и другая история, в которой австралийский регбист заявил о том, что кокаин попал в его организм после поцелуев с девушкой. Вот. Насколько эта история реальна может быть? Ну, в жизни всё возможно, конечно. Но здесь вы понимаете, что попасть, какая доза кокаина должна быть во рту во время этой девушки? Во время поцелуя? Естественно. Ну, вот медики, когда вы смеиваете такие случаи, они говорят о том, что, вы правильно заметили, что это не бактерия, это не вирусная инфекция. Которая может размножаться. Да, потому что она не может размножаться. И тогда получалось бы, что любое лекарство, человек, который принимает какое-то лекарство или витамины, только с помощью каких-нибудь физиологических действий с другим человеком, мог бы его уже и лечить, и выступать в качестве лекарства. То есть это, ну, совершеннейшая утопия. В последнем месте, да. Ещё одна история, которая получила широкую огласку, это норвежская лыжница Тереза Йохаук, которая утверждала, что запрещённое вещество попало в её организм при использовании мази для губ. Эту историю как прокомментируете? Это возможно. Здесь я могу сказать то, что это возможно тоже, потому что мазь, содержащая кортикостероиды, противовоспалительные средства, при наличии, допустим, трещин на губах, то есть повреждения слизистой, может попасть в кровь. И если это сразу же берётся допинг-проба офицерами ВАДА, тогда можно найти какие-то следы этого препарата. То есть эта возможность бывает, но это квалифицируется как халатность, а не намеренное использование. Тем более, что есть препараты, которые запрещены, допинг-листи запрещены во время соревнований. Вот это относится к глюкокортикостероидным, противовоспалительным средствам. Но в несоревновательном периоде они не запрещены. То есть получается, что в спорте высоких достижений спортсмен даже, когда просто чихать, кашлять, начинает, он не может пойти в аптеку и первую попавшуюся микстуру купить. Надо всё-таки консультироваться со специалистами, чтобы, не дай бог, там чего-нибудь запрещённого не оказалось. Конечно. И основное условие спортсмена, который топовый, это его профессионализм. Профессионализм во всех деталях. А что касается спортсменов-любителей, которых никто не контролирует, насколько актуальна тема допинга может быть в этих областях? Например, в сфере культуризма. Люди часто используют допинг? И проверяют ли их как-то? Это очень чекотливая тема. Потому что здесь две целевые аудитории, которые могут использовать допинг. Это начинающие спортсмены, которые хотят получить всё быстро и сразу за счёт допинга. И спортсмены, которые занимаются достаточно долго и подошли к определённому пределу, когда уже рост, результат замедляется, они хотят продолжить это. Когда есть спрос, есть предложение. Часто можно услышать просто обвинения в том, что культуристы на самом деле не столько хорошо работают, сколько используют какие-то допинговые препараты для того, чтобы получить результат. На одних допингах ничего не вырастет. Естественно, нужно тренироваться. И очень серьёзно тренироваться. А для обычного человека допинг насколько может быть опасен для организма? Ну, любое вмешательство в процессы жизнедеятельности, оно может вызывать какие-то непредвиденные и отрицательные последствия. А используя самого допинга, вы понимаете, допинг не является каким-то отдельной субстанцией, которая существует именно как допинг. Все препараты, которые используются как допинговые препараты, они имеют терапевтическую практику. То есть используются как лечебные препараты. Ну, как говорится, разница между ядом и лекарством в дозировке, да? Да, правильно. Спортивный врач Валерий Ковалёв был у нас в гостях. Спасибо. Спасибо.